Сложно представить использование шаблонов проектирования без какой-либо типизации. Как мы знаем, что JavaScript — это динамически типизируемый язык, но это не значит, что JavaScript не может быть типизирован. Даже если у вас приложение уже старое и подключить TypeScript невозможно, то не унывайте. В этом видео я расскажу, как пользоваться JavaScript документацией и как мягко подключить TypeScript для увеличения надежности приложения. Меня зовут Максим Гром, и это канал по веб-разработке. Я буду показывать примеры в Visual Studio Code, и как стартануть такой же проект я описал в GIST. Ссылка в описании. На сайте JavaScript Docs собрана информация, как работать в JavaScript документации. Этот сайт сделан достаточно сложно, и чтобы в нем разобраться, нужно хотя бы стартануть с чего-то. Вот в этом видео мы как раз и стартанем с чего-то, чтобы вы потом смогли благополучно лазить по этому сайту и находить какие-то ответы для себя. JavaScript документация — это типизация через многострочные комментарии с описанием типов. Нам нужно прокрутить в раздел «Block Tags», чтобы узнать, какие бывают теги. Здесь вы можете посмотреть это самостоятельно. Их тут достаточно много. Не все они нужны для типизации, а для типизации нам нужен тег «Type». И потом «TypeDef». Откроем эту страницу, но я сейчас покажу вам все в примерах. Вот выглядит это где-то так. Я перехожу в редактор кода. В этом примере можно увидеть, как задается тип. Пишется многострочный комментарий, указывается «собачка» type. В фигурных скобках указывается «тип данных». Можно здесь написать стрин с большой буквы, можно с маленькой. Это идентичный синтаксис. Тут я заведомо написал неправильный тип, чтобы показать, что документация может перебивать вычисляемый тип. Тут я заведомо написал неправильный тип данных, чтобы показать, что документация перебивает вычисляемый тип данных. Вот я навожу на фу и вижу, что здесь у нас тип данных строка. Хотя на самом деле мы видим, что это тип данных число. Каким образом добавить многострочный комментарий быстро? Делаем слэш, звездочку, звездочку, жмем Enter и мы получаем вот такой многострочный комментарий. Пишем собачка и работаем. Комментарий нам дает возможность получить подсветку. Мы видим все возможности работы со строками, хотя на самом деле тут находится число. Как я говорю, что документация является более сильной, чем вычисляемое значение. И как вы видите, у числа такого метода нету, toUpperCase, как и toLowerCase. Но нас никто не ругает. Хотелось бы, чтобы у нас была подсветка, которая поможет нам понять, где сейчас находится ошибка. Для того, чтобы у нас была подсветка, нам необходимо установить TypeScript себе на компьютер. Возможно, вам это понадобится, у меня уже установлено. И вверху добавить комментарий собачка.ts.check. В этом случае, благодаря этой инструкции, TypeScript будет выполнять дополнительную проверку и подсвечивать нам места, где мы ошибаемся по типизации. То есть, мы назначили константе неправильное значение. Он говорит нам, исправь это, сделай это строкой, и тогда все будет хорошо. Как видите, все замечательно работает. Также он будет подсвечивать нам, если мы вызовем тут toFixit. Этот метод есть только у числа, его нет у строки, поэтому нам произошла подсветка, что toFixit нет у строки. Как видите, типизация в действии работает неплохо. Вернем это, сделаем это обратно числом, уберем здесь документацию, и мы увидим, что теперь tschek автоматически вычисляет, что foo это у нас число. Даже более того, foo это число 123, у которого нет метода toUpperCase, потому что это не строка. В условиях отсутствия tschek у нас бы не было этой подсветки, однако наш редактор кода попробовал бы нам помочь. Вернем это все назад и так и оставим. Используя типизацию через JavaScript документацию, мы можем даже типизировать массивы и гораздо более сложные структуры. Здесь я объявил константу, которая является массивом, и с помощью JavaScript документации сказал, что в массиве может находиться либо строка, либо число. Оператор, бинарный оператор, или позволяет вот таким вот образом это описать. Круглые скобки говорят, что это одно из двух значений, одно из двух типов данных, и массив, собственно, обозначает, что это массив. Теперь, когда я пытаюсь запушить сюда какие-то значения, объект, буллиф тип будут подсвечиваться, но числа и строки подсвечиваться не будут. Таким образом, мы заранее знаем, что должно упасть в этот массив, и будем получать ошибки преждевременно. Можно даже типизировать объекты. Перейдем в следующий пример. Объект типизируется одним из таких вариантов. И вот первый вариант – это указать фигурные скобки, как бы то объявляя там объект внутри фигурных скобок, который является объявлением типов данных. И указать, какие будут ключи, и через двоеточие, какие будут типы данных у этих ключей в этом объекте. Разумеется, вы можете пойти еще глубже, и какой-нибудь внутри объявить объект, который будет являться следующим уровнем вложенности объекта и так далее. Убираем это. Если я здесь удалю массив, то вы увидите, что произошла подсветка, которая говорит, что title – этого недостаточно, чтобы объект соответствовал вот этому типу. Нужно добавить еще тип данных. Вот я его когда пишу, у меня сразу происходит подсветка. Если я задам значение неправильно, то я получу соответствующую ошибку. Что же делать, если я хочу сказать, что какое-то из значений является опциональным? Например, title. Для этого я могу просто указать тут вопросик. Это, в принципе, типизация очень похожа на TypeScript. Возможно, она имеет нечто общее друг с другом. Кто-то кем-то вдохновлялся. И убираем здесь title, и мы получаем валидный объект, который соответствует этому определению. То есть title в нашем случае не обязателен. Но, как я говорил, это не единственный способ объявления объектов. Поэтому перейдем к следующему примеру. Итак, в этом примере мы используем аннотацию type-dev. Type-dev позволяет регистрировать якобы интерфейс, если мы ссылаемся на TypeScript. Мы говорим, какого типа данных будет новый тип, который мы пытаемся объявить, задекларировать. И говорим, какое имя будет этого типа данных. Например, full5. Это будет объект. Но у объекта могут быть свойства. Для этого есть специальная аннотация, которая называется property. И мы указываем, какой тип данных будет у этого property, и какое имя будет у этого property. И так далее. Указываем следующий property. Говорим, что имя ключа будет array. И здесь будет string или number в виде массива. Что делать, если внутри будет другой объект? Как это определить? Например, массив объектов. То мы говорим, что у нас тут есть property. Говорим, что тут будет у нас object. Массив объектов. И, например, какое-нибудь значение objects. Или persons. Мы хотим сказать, что у нас есть массив объектов, у которых есть ключи name и есть ключ age. Для этого мы продолжаем писать property. Говорим, что name это у нас, наверное, будет string. И здесь мы говорим, что у нас вот этот person. Persons, квадратные скобки, точка name. Кажется так. Попробуем вот так сделать. И теперь property number. Объявили, задекларировали. Я не уверен, что это правильно. Кажется, где-то нужно точку поставить. Давайте проверим. Тут пишем persons. Будет у нас массив. Передаем сюда объект. Объект в данном случае у нас не подсвечивается. Наводим на persons. И мы видим, что тут type any. Чтобы это работало, тут нужно добавить точечки. В этом случае мы скажем, что в этом массиве у объекта должен быть ключ name. И он будет равен строке. Наводим сюда теперь. И мы видим, что person это некоторый объект, у которого есть имя и есть возраст. Для этого пишем теперь тут name. И указываем возраст. И теперь подсветка у нас отработала. Замечательно. Как вы видите, все достаточно лаконично. В принципе, можно использовать. Что делать, если мы хотим тут использовать опциональные некоторые значения? Например, title нам не нужен. Для этого можем указать просто квадратные скобки. В этом случае title будет опционален. Если я его уберу, то ничего не поломается. То есть, как видите, тут чуть-чуть уже другой синтаксис. Это синтаксис больше похож на JavaScript документацию, чем на TypeScript. Ну и раз мы пишем на JavaScript, то теперь стоит разобраться, как типизировать коллбеки. Для коллбеков есть специальная аннотация, которая называется коллбек. Это то же самое, что TypeDev, только в этом случае мы заведомо знаем, что мы типизируем некоторую функцию. Даем имя этому коллбеку. Говорим, какие параметры будет принимать наш коллбек. И говорит, что будет возвращать этот коллбек. Я тут типизировал по первому варианту, где типизация объекта происходит по типу TypeScript. Далее мы можем указать имя этого коллбека там, где нам нужно. Это может быть не только в этом файле, а еще и во многих других файлах. И видите, подсветка у нас отрабатывает. Можем отсюда убрать и увидим, что наша функция, наш коллбек, не соответствует определению FU6. Но давайте применим теперь наши навыки и вот эту вот штуку завернем в TypeDev. Для этого отправляемся в пример номер 7. И мы видим, что вначале я объявил TypeDev Person, сказал, что у Person есть Name и Age. И теперь FU7 будет возвращать Person, что сделало наш код более лаконичным и дало нам возможность переиспользовать Person где-нибудь еще. Теперь нам стоит рассмотреть альтернативный вариант типизации за счет TypeScript инструкции. Для этого нам нужно создать файл с разрешением JavaScript и создать рядом с ним еще один файл с разрешением .dts. В этом случае, в этом файле мы указываем, что мы возвращаем уже в виде TypeScript документации. Мы говорим, что у нас вернется функция, у нас есть имя этой функции и говорим, какой тип данных вернет эта функция. Example 8.js реализует эту функцию, однако мы не получаем абсолютно никакой подсветки. Мы можем тут написать, вернуть строку, вернуть объект, при этом нет никакой подсветки. Давайте перейдем в Example 9 и посмотрим, как это выглядит. Мы подключили функцию FU8 и здесь после вызова мы вызвали ToFixit. Зайдем сюда. ToFixit это работа с числом, а мы зайдем теперь в функцию FU8 и мы попадаем в DTS файл. То есть в момент подключения, когда мы написали Example 8, здесь автоматически взялся DTS, чтобы получить эту необходимую нам подсветку, чтобы это все типизировать. Но в реальности, конечно же, берется JavaScript файл. И тут скрывается некоторая проблема. Если я заменю тут на строчку, то Example 9 не получит никакой подсветки, он все еще будет думать, что тут у нас вернулось число. Поэтому этот подход гораздо слабее, чем JavaScript документация. Этот подход нужно использовать, когда у вас есть библиотека, которая работает стабильно и вы бы хотели получить дополнительную типизацию. И в этом случае создаются вот такие DTS файлы. Вы можете такое встретить в React. В React вроде бы покрыто все вот такими файликами. Когда вы подключаете jQuery к себе в TypeScript проект, то у вас будет вот такой же файл описывать, как работает jQuery, какие типы данных он принимает, возвращает. То же самое происходит с RxJS, то же самое с Lodash и разными другими библиотеками, которые мы привыкли использовать в наших проектах. Давайте отправимся к выводам. JavaScript документация, это, конечно, не панацея, но она дает нам возможность задокументировать наш JavaScript код. И благодаря флагу TS-Check мы получаем достаточно активную подсветку. Во время разработки это будет очень сильно нам помогать. В случае, если у вас есть большой кусок кода, который сложно читать, я думаю, лучше всего его покрыть вот такой документацией. В случае, если вы пишете очень простой код, ну, не уверен, что там нужна документация. Тем более, современные редакторы кода, IDE, справляются с тем, чтобы понять, какие типы данных у вас есть на основании того, с чем вы работаете. Но вот респонсы, получаемые от сервера, в принципе, я бы типизировал всегда. Так что делайте код надежный с типизацией, если у вас нет возможности перейти на TypeScript или переходите на TypeScript и давайте писать код просто на TypeScript. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok